Крепость Сибилл была одна из самых больших в Европе, подобно Вене. Здесь было 39 башен, 3 ряда оборонительных сооружений. Эта улица, по которой мы гуляем, так и называется улица крепости. Впереди несколько башен, башня гончаров, оружейников и плотников. Название города происходит от речки Чибин, но по-немецки город назывался Херманштадтом. И спрашивается, откуда здесь немцы. Дело в том, что Трансильвания с 11 века входила в состав Венгерского королевства. И венгерские короли приглашали сюда заселять эти земли немецких колонистов. Которые и основали все города Трансильвании. Но приходилось им не сладко, нашим немцам. Вот вы видите филармонию во всей своей красе. Поначалу этот театрально-концертный зал назывался Зал Талия. Но сейчас это филармония города Сибилл. Так вот, немцам приходилось не сладко, потому что очень много было охотников поживиться добром. Вначале половцы и печенеги, потом татары-монголы с Батыем дошли до этих мест. Это 13 век. И города трансильванские были тогда разорены. Опять земли опустили. Опять приглашали колонистов с немецких земель. И, как ни странно, все-таки колонисты переселялись. И снова на пепелищах восстанавливали свои города. И строили новые города. Торговали, создавали какие-то товары. Кузнецы Трансильвании поставляли оружие даже в армию Венгерского короля, в армию Валахии, Молдовы. Молдовы и Валахия – это еще две такие крупные области Румынии, которые объединились в 1859 году. Молдовы и Валахии.